В разъезда живет 201-я квартира 175-я квартира 208 дом 9-этажный 9-й этаж 9-й, 10-й этаж Посмотри какая Машина Человейник 9-й этажный Немножко, хоть еды, подарок. С миром! Давайте, заходите! Жена, что им бы хотят, давай? Слав, ничего не надо было. Да нет, да что нет. А что тут хотя бы это, ничего не взяли, ничего не взяли. Сейчас даже на стол встать. Ничего не надо вообще. Ногу варяем сейчас лучше будем. Не будем этого. Ну, потому что мы зачем? Мы сейчас здесь ничего не хотим, будет очень. Честно, метрах у нас огород, оно все тоже еще будет. Это летнее, то, летнее еще. Ты же, ну, в городе живете. Ну, ну, а мы так побежали. Я там в деревне ездили, да. Чуть ли не каждый суббот. Ну, нет. В субботу, мать, постоянно, блин. Приедь. Пять-десят. Ну, то есть, помочь нашим. Я говорю, ну хоть один выходной дайте мне. Занятия надо искать час. Конечно, надо занятия проводить. Субботы, искусения. Где-то собираться вместе. Прямо снимать там, или еще что-то. Развесить объявления. Мир дома сегодня. С миром принимать? Да, конечно. Давай лучше погуляем, Слава. Да. Найдем, может, чай попьем, Слава. Да нет, мы не пьем чай. Ну, мы вообще не пьем ни чай, ничего такого. Пошли погуляем. Немножко. Что такое? Это варенье. А, варенье. Да не надо было. Как не надо вообще? Мне надо сказать. Не нельзя? Он говорит, ну все, пойдем. Погуляем. Слышишь, нет? Нужно снимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Индетим, может зайдем в карту. Да не дай! Жарко взять, пошли погуляем. Благодарю за варенье. Да нет, не будем погулять. посидим здесь вот на кухне можно лучше погулять сразу сразу домашние да не то что по-тиреевски давай просто мы готовы завтра тоже на работу и детский целый дом средний смаши завтра собирается детской гдркб ну там у тебя три ребенка то да да понятно где чущество не надо ничего мы вообще не пьем ни чая никогда не понятно такой тут коробочка такая мы же дом получили получить повестку жилье на мать работала пороховом жена работала пороховом мы жили вообще не пороховали да и это подснос это в 2013 году получили мы значит въехали в декабре три месяца а где нам хотели ну ты наверное знаешь богатырёв где эта часть ну знаю да вот в этой части мы как раз на втором этаже жили а солдат получается а нет ну на третьем солдаты на втором получается первый и третий этаж получается эти гражданский только у нас вот с этой стороны был бутак нет Слав ты бы хотя бы заранее чтобы позвонил бы да я же не был чё звонить то просто завести звонить нечего мы делали мы вчера только делали сок а кстати сок делали его сразу в холодильник надо иди сразу в холодильник да это вот чистый смотри это прям это сок не сваренный это выжатый то есть его смешивание это яблочек чистый сок его прям в течение трех дней надо но он чуть забродит иначе вкусно будет еще вкуснее станет да да просто чистая мы делали 18 литров сделали а мы как 18 литров за неделю не выпьешь же на дорогу ну это да а я бы просто немерено количество поэтому матерь нет матерь нет матерь нет болер с галкой я хочу сказать нужно на улице снять что ли да мы тоже такие знаешь чё вот я думаю то надо уже однозначно ну точно хоть раз в неделю с тобой увидится и ну это да да по описанию вместе ну занятия начинать вести где-то собираться в объявлении развесить приглашать на занятия по библии на спрос два-три человека не важно сколько вдвоем будем троем уже и будем заниматься у нас будет место куда приходить можно раз в неделю ну да ну да может ты вообще на ходу как нет машинка у меня ездят я так и на ваксе ездил ну я помню я имею ввиду ты в субботу с семьи работаешь нет я в субботу в ходу у меня в субботу сейчас ты там работаешь там да все уже меня перевели как раз со стажера ну вот так там базовое получается как я не могу вникнуть в компьютере смотрю там стажер а в этом я перевели меня а ты что делаешь там по грузовой части уже а по грузовой автомобиля кабина тенки нет ну я я попал в СЗЧ восстановление запасных частей то есть мы восстанавливаем крылья двери от машин ну понятно ну запасные части где что какие надо там и ты туда там чтобы туда устроиться там нужно было полиграф пройти да сейчас везде ну больших этих полиграф оказывается как бы не проходит жена у нас тоже готовит полиграф она хотя в департаменте школьного блока школьного питания работает детские сады школы повар они готовят ну как у нас тоже этот практикуется да ну вот в центре вот у меня отец там у него старый однокурсник у него в центре там какой-то магазин прям в центре Казани прям там где Держинского всех улиц и там же и какое-то помещение есть и он говорит я могу давать вам вот ну там надо посмотреть будет для занятий по библии также мама вот у нее у нее шахматная там как школа своя а воскресенье она снимает как бы и субботсвене свободно то есть тоже там а это уже это на горках на фарфранте ну либо найти либо просто как вот класс какой-нибудь ну или так ну это знаешь что чтобы этот воскресенье я понимаю машин поменьше в городе но я имею в виду чтобы добираться чтобы было это я хочу сказать ну в смысле без пробок в такое место в центр там же блин машины ставить ну в выходные то можно там там же бесплатно в выходные то есть просто парковки такие которые если неправильно оставил вроде выходные они бесплатные эти да парковки ну надо обдумать надо обдумать в субботу в воскресенье надо молиться насчет этого потому что надо не как-то это однозначно надо общему своеобразовывать как бы сообщество людей своих и даже может быть и в один храм ходить а не начинать то есть вместе потому что там каждый у себя порознь я веришь нет я даже подумал может к вам нет нет приезжать ну не в воскресенье в храм но я пока мы думали тоже может сюда к вам приезжать а потому что а здесь у вас так слушать святослав да святослав тем более тебя знает да и вообще у меня самый хороший знает у меня святославе самый хороший остался он тогда был наиболее я тогда еще такой не так строго я ему говорю можно мне пост нарушить он говорит без поста не спасешься он вообще молодец я не знаю почему он мне по душе а вот отец Николай сказал слабенький слабенький да сам сергий ну видно что он это много чего говорит даже так ну хотя бы один день пост подержите но я это конкретно не слышал это мне это рассказывает Дима и я говорю что ты смеешься не слышал отец Сергий сказал хотя бы деньги продержите пост ну как так но он имел ввиду перед причастием каждое воскресенье причастие я говорю ну я уж стараюсь и всем даю раздаю я говорю он давал нет вроде всем раздавал но все равно кто-то новый приходит кто-то ходит кому-то не досталось визитки ага я же визитки сделал а вот вот это все надо тоже и это так вот ну вот может даже выбор может одну субботу допустим у нас а воскресенье а за сколько служба там у нас начинается утром 8.30 8.30 он видишь и может служба до до пол-одиннадцати даже продлиться потом я пешком иду пока иду корм зайду возьму по пути там и ну в один сезон прихожу домой а что так долго то да кто его знает он 8.30 начинает службу 8.30 10 он растягивает он там 8.30 до 10 должно быть да или хотя бы а кто растягивает этот отец сергий настоятель а он всегда воскресный да а в сеночные в сеночные он когда этот меняют вот надо выбрать может в сеночные либо в воскресные ходить сюда когда отец Николай когда этот Станислав как его Станислав же правильно назвал этот Святослав Святослав я за него всегда молюсь у меня всегда в молитве я как-то сначала до того до крещения еще сделал себе короче распечатал на флешку что ли закинул 50 страниц там этот к истинному православию что ли или что-то другое уже не помню сейчас и значит этот начал читать книг то нет я люблю электроны а так глаза болят ну и у меня осталось как-то я где-то Иван брат дядя Ваня ну мужик пожилой пенсионер ну я ему решил я говорю возьми почитай а он говорит шрифт мелкий а я говорю не вижу ну я говорю отдашь кому это ладно и ну я не знаю точно может быть может и нет может я сам себе накручиваю и что-то после вот этого момента отец Сергий как-то я почувствовал ну я и так с ним то не скажу что близко прям было он как-то на меня начал смотреть и этот мне один раз даже я вот ну дай думаю подойду хоть это благословим прям он мне по башке бах заехал я уж не ожидал ну я уж думал скорее всего из-за этого из-за того что это а потом вроде потихоньку потихоньку все утихал сейчас окно откроют вроде утихал да он же молодой сам-то очень ну да молодой хоккей играет я вот смотрю ВКонтакте Америка ну я что хорошо визитки сделал и раздаю кто-то принимает кто-то нет евангелий раздал там еще да все раздал же я же там раздал видишь вот коробку у тебя забрал в один день я ее сразу отдал всю сначала взял ему одну показал я говорю вот вот так посмотрел ну да меня завтра не будет выбрать сможете я говорю а чтобы он заранее мне это я говорю по благословению патриарх Кирилла показал ВКонтакте я говорю вот раздает в Уфе прошло там 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 то есть он чтобы уже отказать не смог он пауза была но он говорит меня завтра не будет раздайте а там у него я не знаю тетка какая-то ну я не знаю прихожанка или кто-то кто тебе разрешил встала прямо вот так я говорю да отец Сергия настоятельно разрешил после того как я сказал она говорит ну ладно открыла еще проверять начала круто хорошая хорошая потом не выдержали жена мать пошла с дочерью цивилизовали тоже вопреки моей воле пошли все ее и готов да просто такой запах начальник вообще все ничего не надо и загромождать уж и мы понимаешь самое ценное чего дорогу тут есть настоящие только брать эту выше никого нет уж верующих таких нету общение это нету только в интернете живого до игнатики конечно вообще мы там 10 дней пробыли он вот я могу четко сказать что у него физическая форма выше чем у меня 30 я в свое время занимался велогонкой велоспортом но правда это был такой пробежок может и небольшой но все равно какие-то может на руки остались я его на велосипеде не смог обогнать я горюйца я короче вперед поехал тогда работали как раз на каком ручьевскому идет камень выложенный ручей прям сверху камеры там так и есть не едут я думаю сейчас все рвану вперед него и поеду какое там будет я его догнать не могу я дыхание дыхание да сразу видно домашнюю пушка ведет вошь пунтик и это все я его обогнать ему ему было 79 мне 39 40 лет разница сейчас у нас на лицах писаешь там пашешь как я не знаю как лошадь с утра до до вечера и мы-то 10 дней там все выжатые как не знаю чего он все время в этом состоянии все время каждый день с утра до вечера с утра до вечера а то я не знаю там пашешь как и минуты знаешь что просто вообще поэтому там там с нами братья такие хорошие пульс александр александр борцов он и зла в год уже наш брат есть который с ним тоже все можно из азбеста андрей сайников музыкант интеллигентно потом видео будет все интеллигентный такой искренне такие братья вообще я вообще уделяюсь не задавайте да ни одного противоречия не было с ними вообще то есть никакого противления все им открыто такие просто братья попались вообще в этот раз мы когда ездили бог делает своих и конечно там него как без бога что он обращает до все на тебя господи поварить ты даешь им пищу благоволенную а ты защитную пристанешь всех у живот благоволенную слава тебе только я должен ну да хотя я тоже так 8 30 все ночные во сколько так 7 часов что начало 4 4 до скольчика я там уже не знаю до 6 что как у нас а раньше вот я хотел на утреннюю что воскресенье 2 службы до на утреннюю ходил она началась рано я не знаю 66 утра по-моему начинать вот тогда было хорошо конечно я тоже узнал и по времени здесь а тут до обеда я здесь получается пока идешь по кору зайдешь купишь ну там недолгом 20 приходишь уже время 11 тут вышел на этот по компьютеру начать рулетку видишь у меня даст бог на себя сейчас работаю как пойдет нормально я хочу компьютер поменять либо ноутбук поменять ты сбривали главное меня он сам не потому что вот его открыл буквально чем или тронул провод нечаянно он все может вырубиться голос плохой там не слышно ничего я кручу жена постучи кучу кричи тебя и там да пусть слышит я думаю что я уж звук пытаюсь добавить и в телефоне у меня чё-то никто менять пора не смой и вообще почти ничего не делал и так что так уж это чисто пообщаться так для вида сделаешь все в гостях есть это же другая пища другая все потом плохо в гостях есть даже хорошая еда будет непривычно поэтому от этой скольки так будни день ты работаешь так до пяти ну то есть дома ты где-то восемнадцать двадцать тридцать восемнадцать я успеваю они забирают на серого оставляют ну чтобы не заезжать сейчас мало кто на серого взяла не едет я прошу я думаю не заезжайте там проезжать я бы там пешком ну а ты там вечером то все равно пробки не заботит и заботишься и многом она думала не надо ничего это вот из едой такой вышка и бегать мы же не поесть пришли мы так даже вот капуста вот это которые ее нельзя за куда там классить она чисто есть она летняя по труме все эти свекла вот ее можно там чё хочешь есть что там еще кабачки ну понятно сейчас пока время они не готовят а готовил дачу как называется джет-плот регион чтобы я не знаю там и какая-то часть у них оставить а готовил еду да иду на борт а вот понятно вот запасно они тоже я хочу сказать бортовое питание но сейчас они по моему делают по риску поселка часть а тут помню забирают а я сейчас пока в августе отправили этот новый запах то есть второй мы там тоже были видят мы решили сходить буквально сколько недель потому что полторы назад вот два через два меня это не так конечно вообще на животных то нет мы были где же вот это животные дорого стоят говорят вот привезут кстати я читал что привезут нет никого большого не посмотрели там жирафа нет по моему щеку слона нет бегемота мы видели бегемота мы увидели да где-то старый старым обычным здесь старым ты старым видели но он что-то мы не видели львов видели вот но львы и да есть потом потом еще бы эти обезьяны пацан то бумагу сразу сказал я тоже не по названию для так ну ладно будет продумать на этот воскресенье святослав почти всегда было через воскресный день все травим было потому что исповедуется у нас там не покажется нету ну вот исповедца святослава я бы исповедовался с ним как-то что-то нужно да я как-то пробовал я так-то святослава это то ли его не было то ли че я к отцу николаю подошел я не слышу в этот обычно же говорят прощается грехи твои а тут молчит ну накрыт накрыт вот эту слову я не слышу вот так они служат троем на служит ранее скорости что лет назад я же подошел от вячеслава передал большой привет там который в полиции ну я буду до семян вместе но он долго уж не стоял я передал от тебя с утра а ты ты не помнишь к истину православия я не ты меня не давал я же такими но я так и не дал мне в уме я и сам могу я не знаю это у тебя есть на все 37 нет у тебя есть эти один да у тебя есть несколько нет нету вот где же несколько мы вообще ехали в посеряевку я хотел купить шип 5 вообще в голову ну забыл просто на сто процентов если мы расслабить куда таким людям надо давать на на лизна но я же говорю вот то что запечатал то спечатать самому придом договориться в издательстве прям как книгу тебе сделать да это в электронном виде же я и говорю в электронном они сделают распечатывать этот как книгу именно я в контакте значит состою но я теперь потихоньку прихожане там отсылаю во свете библии сайт пока не знаю пока этих нету но изначально я кому тоже он прихожане цвета они дима так я здоровый сейчас привет а так я прям пошел к ним домой одно время мы с ним с димой работали показал сайт как раз включил и попал знаешь на твой разговор я не знаю как звать его с москвы он уходил не как раз про истинное крещение трехкратное трехкратное я все канал то нас дима прям его выворачивает даже игнатий тихонович голос не может слышать я назначен сказал я гордил это грехи да а знаешь почему когда мы работали я говорю ты со светой живешь он с первой женой развелся и она развелась на ней как сожители уже блудники решат я гордил ты не должен с ней жить потому что она во первых не твоя жена я говорю ты разводит и она разводит так нет нам помолчал я должен сказать по-другому как я говорю причащаетесь я объяснил я говорю причастие у тебя ты не ты вообще не должна быть причастие я говорю допускается те кто правильно крещен во первых а что правильно креститься надо уверовать я говорю в трехкратное погружение потом не агры после этого не соблюдать посты не нарушая и готова ли ты причастие вот это все должно быть это в канонах прописано это все я приду она коса даже не в полное погружение она болеет мне сахар диабет и вот и вот я отсылал в группу то что она ответила это уже давно когда конечно был год-два может назад сердар ты ошибаешься когда думаю что спасутся те кто крестится в потеряевке она написала я скидываю да причем здесь это я говорю да я уж не стал спорить но привет привет я им подарил тоже евангелие тут красная здоровься на самая больная тема вот это связано с блудом с прелюбодеянием у меня вот четко например она вот сейчас замужем и у мужа первый брат был венчаный причем все на их развела пусть развивается не развился попробую ей что-то сказать у меня был души я душе верю куриц пить можно и такой мужа развела там пострашно попробуй что-то сказать муж врагов номер один да надо верить не так как ты душе а как бог повелел нам верить да господь сказал верить так и мы должны верить они не хотят это признавать на делал выше грех вот он не дает и найти техничего не воспринимает тот кто за как и за за кем грех какой-то числится священство не воспринимает то потому что грех симония грех их сразу обличает до 1 канона обличает сразу как правило такие просто ли о том который говоришь вот он жесткий там это грубое за ними бред блудные грехи значит числится блудный грех человека делает из него что он становится меланхоличным он ему сразу все по-хорошему со всеми все хороших отношениях вот это как бы ты значит меня не трогать это как бы сатана ему внушать так что ты как бы ты грешишь там блудишь там себе это что-то но ты никому плохое же ничего не делаешь и он всегда всем доказывает что он ничего никому плохого вот не делает то есть ни с кем не идет как бы на конфликт не обострять ситуацию чтобы это вот это ощущение что вот он никому ничего зла не делает но он там сам там ладно развратничает, что-то блудит, где-то что-то допускает, вот это все. А человек, которого нету, с блудом ничего не связано, он может где надо жесткой быть, где надо мягче, ему он свободен, а тут он в рабстве. И он даже может писание изучать, святых отцов читать, с надеждой, что если он просто смиряется, это не такой большой грех, что там подумаешь, после своего тела согрешаешь, ну там что-то, например, даже смотрит порнографию, рукоблудит или еще что-то, и все. А на самом деле он уже противник Богу и не замечает, и божественных людей он не может услышать, как Игнатий Диханович. Для него эта благодать жесткая, она непримиримая. Да, я знаю. Он же пил, но он пил и остановился, и сейчас... А если алкоголь, это вообще даже близко все. Он специалист их неплохой. Он же сячик, какой же сячик. Я же как? Отключу, чтобы... Я же в ТТСе работал. В ТТСе работал, когда знакомился с Игнатий Дихановичем, я работал подготовщиком. По сути, Игнатий Диханович говорит, это если перевести, говорит, на строительство, то это разнорабочие. Ну так и есть. Но я и на стройке тоже работал, было дело. И сварным работал в строительной фирме. И теперь я решил... Уже давно хотел, а изначально хотел, когда еще грузин начинал, в Жестянщике, а тогда не было Жестянщиков и был маляр. И вот... Учился как бы этому делал. Ну, значит, я после крещения... А дело в том, что после крещения я приехал. Игнатий Диханович говорит, два органа чувств изменяются. Изменяются. Это язык и уши. Слух твой. Я об этом-то не знал сначала, но то, что это... Я приехал, но все для меня отключены. Я с ними работаю. Денис. Он так матерится. А раньше я этого не слышал. Я разговаривал, это было для меня как будто обычное дело. Я так на него смотрю, а у него мат через два-три слова мат. Мат да мат. А со мной сейчас работают два-три слова мат и нормальное слово лучше расскажу, два-три. Я уже говорю, я говорю, ну, я их обличаю. И сайты им давал, и все давал. Они вроде посмотрели, но нет. Ну, главное, я показал, что как... Не больно-то кому-то сказать, мусульмане, например, а все эти православные. Ну, и они себя считают православными. При этом ни посты не соблюдают. Ну, когда делали и праздники отмечают. Понятно. Я их научили, так и есть. В итоге я что не хотел бы сказать. В итоге пошел, а начальнику говорил, я говорю, переведи меня в жестянещики, переведи, я хочу научиться. Уже давно. он, ладно-ладно, все растягивал, оттягивал. В итоге, получается, фольксваген это наметило, юридический адрес другой, ТТС тоже, и там открывается квалификация, ну, ой, это, вакансия на Жисянчиков. Я иду туда. Это заново все с начала, это 18-го, начало 19-го года. В январе, что ли. Да. Я иду туда три месяца там, учеником. Потом Рассолов Дмитрий Николаевич, у нас есть он, по всему поволжу, начальник. И он зашел, меня увидел, а я вот уже в подчинении у него здесь на декабристах, на Тойоте был. Он поздоровался, но не спеша. Тогда москвичи еще приехали, аудиторы. Они ходили там, и все, Андрей, начальник по этому, ну, этого отдела, он говорит, слушай, приезжали аудиторы с москвичей. Я, говорит, этот, давай, говорит, тогда не в Жисянчике, а в Разборщике, потому что, говорит, сейчас будут переводить в Разборщике, остальные, говорит, так же будут. Я говорю, слушай, Андрей, я говорю, изначально шел я, говорит, на Жисянчике, в Разборщике я и там бы мог остаться. Ну, тогда Рассул говорит, якобы, на Ибрагимову тебя. Ну, я говорю, ладно, переводите. Это опять увольняешься, переводят тебя сюда. Я зашел к ним на Ибрагимову, что-то там, я говорю, нет. А Ибрагимову и декабристы там метров 300, может, 400 расстояния. Я к своим. Смотрю, в садик ходит, поеда, на чем-нибудь. Я к Сереге, я говорю, слушай, тебе напарник не нужен. Я говорю, Серега, они знают, что я был в подготовке, ты, говорит, а что ушел-то, я говорю, в Жисянчике. Они знают, ну, вроде работаю. Ну, а и дай, говорит, ко мне, ну, в напарники с этим садиком, говорит, поговорить. Я, какая, рад ты, значит, я говорю, так-то, так-то. Я говорю, меня переводят сюда, я говорю, чем я, говорю, здесь буду, там и так коллектив, ну, там, я говорю, достаточно. И дай, может, сюда, я говорю, Серега, напарник. Я тебе, говорит, вечер, отдам ответ. Ну, в итоге он дал ответ. Меня взяли. Взяли-то взяли. И в итоге у нас получается по двое. Три пары. Шесть Жисянчиков. Ну, три пары. Троем уходим каждый день, что мы уходим. Да? Мы две пары, значит, стоим без работы. А одна пара, там, Айрат есть и Раиль. Они работают, у них машин пять. А мы ходим, вот, чай, кружка в руках, и по цеху туда-сюда. Санек заезжает с машины. Я говорю, Саш, работа? Ну, вижу, что работа. Да, но, говорит, они вписаны, говорит, уже. Я говорю, ну, а что сделаешь? К садику подходишь. Я говорю, ты зарплату-то видел мою? Ну, они, говорит, первые, говорят, бегут, а там дефектуешь. Кто дефектовал, он же и делает впоследствии ремонт. Я говорю, они эту машину даже не видели, когда они дефектовали. Ну, то есть, спорить бесполезно, это уже, через них он, я не знаю, доли был начальник, или как, или, ну. А у них зарплата была, вообще, там, космический. Я в последний раз по счету... То есть, работу вам не давали? Да. 18 тысяч, что ли, получил. Я говорю, Серега, так не могу. Короче, и уволился. Уволился потом, вот как раз, в вашу сторону, там, где этот, ваш автомобиль. И там тоже поначалу было хорошо. А я потом, этот, начали задерживать зарплаты. Тем старым двум хорошо платили, по 60 тысяч. А мне там уже в конце, ну, две недели, там аванс, зарплата, аванс, зарплата, 3 тысячи. Во вторую неделю, 7 тысяч. Я говорю, да ну чё? Когда это 3 тысячи за неделю, ой, за один день я сделаю. Ну, в итоге, а там список такой, у меня машина-то собрался. Я говорю, когда их будете закрывать? Пока сейчас не можем, попозже. Ну, я говорю, пошел, я шабашку. Я говорю, ну, мне на что-то жить, у меня ее кормить надо. Ладно, ладно. В итоге, проходит там, я не знаю, в декабре я ушел. Две недели прошло, не прошло. Аэрод звонит, когда выходи, завал. То есть, я говорю, ну, я сейчас, я говорю, тоже работу не могу бросить. Я уже взял, шабашничаю. И в итоге я туда не вернулся, попрощался, взял эти оставшиеся деньги. Два месяца что-то там выбивал. Ну, последний. Там тоже и в группу, и ребятам. Все знают, что с бородой. Знают, что православный. Что характерно, видишь, когда злом на зло не отвечаешь, а бывало и так, что, ну, все равно притеснение есть какое-то. Да это уж не атихи. И потом, со временем, с этим человеком что-то случалось. Я вот, я вот, хотя за них молюсь, я уже бояться начал. Я говорю, то ли не молиться, то ли что ли. Бог сам знает, как распределиться. Их только предупреждать им надо приходится. Ну да. И все тоже так же. Да, это однозначно. Притом даже не верующий. Вот человек, у меня дедушка, ну что, он не верующий всю жизнь. Но всю жизнь, честно, все. Его все время тоже кто не кидал, тоже всегда все хуже. Всегда с ним случалось что-то плохое. Бог-то, он независимо действует. Поэтому никак это. И сейчас вот тоже... Сейчас тебе нравится работа? Слава Богу, да. Работа, главное, чтобы есть какая-то? Работа есть. Но там... Я слышал про нее уже давно. У нас же какая-то часть ТТС все туда переваливали. Там большинство. Ну, не большинство, в общем, нет. А грузовые, а грузовые, они фирма-то большая, Scania, вот это, Хамазы, Mercedes заезжают. То есть здесь, в Казани, в Уфе, потом, если не ошибаюсь, в Питере, в Нижнем Новгороде было, и потом закрыли. Я не знаю, по какой причине. То есть и командировочные есть, мне говорят, могут и командировку отправить. Ну, там, когда на месяц, когда и меньше. Да я говорю, ну вот. Я говорю, лишь бы платили. По зарплате вроде. И главное, никто не говорит. Ну, говорит, нормально будет. Еще не было, да? Да, только чистый. Чистый нет. Ну, вот уже в Новгороде. Вот сейчас должно быть. Ну, понятно. Ну, так нормально работал, да, прям по объему? Первый день, конечно, я что-то устал. Я не знаю, по какой причине. Там больше... Там его... Мы троем работаем. Комнатушка такая. Ну, я не знаю, сколько на сколько уже. Значит, останавливаем запчасти. Мы троем. И получилось так. Там Евгений, его все старые называют. Его за это дело поймали. И, значит, начальник выговорил дал. Еще раз с этим делом я тебе, говорит, застану. То есть уволен, без проблем. И как бы он, чтобы не расслаблялся, видать, меня взяли. И так он на меня... Я думаю, чего он фыркает-то все? Он знает, что я в ответ ничего не могу сказать. И матерится бывает. Ну, позволяй тебе, я уж... Я говорю, Жень, а он не пьет сейчас. Я говорю, ты причащаться не можешь. Но ты православный. Сходи хотя бы, я говорю, если даже неправильно крещённый. Я говорю, сходи по кассе. В воскресенье вот просто выдели для этого время. Подойди к батюшке. Это не запрещено, хоть даже ты не крещённый. Подойди, выговори, скажи, вот, то-то, то-то, то-то. Я пил, гулял. Ну, пятое-десятое там. Тебе, я говорю, полегче станет. У тебя даже вот... На лицо я смотрю и вижу, как тебе тяжко. Да, где мне тяжко? Где мне это? Ну, то есть, ладно, я, главное, и Лёхе сказал, остальным другим. Денис там подоходил. А что ты это? С бородой-то тебе не... Ну, всякие эти, нежные, как там... Я говорю, я православный. Я говорю, и Слово Божие говорится. Не порти край бороды. Фавей. Сказал и ушёл. Всё равно действует. Именно как? Через Слово Божие действует. Ладно, мы сами там, как вот батюшки говорят, прочитали там, я не знаю, в алтаре, и не поймёшь, чего ты там читал. И на свой лад потом и рассказывают. А тут конкретно по Слову Божию, когда говоришь, всё равно задевает. И он говорит, а что ты, сколько ты уже, получается, не бросишься? Я говорю, с 17-го года, 7-го ноября. Ну, День Ангела. Я говорю, с этого дня, я говорю, и не бросишь. Они ещё не верят, что часто, что борода не растёт дальше, там уже не идёт дальше. Да? А чё она, говорит, он и спросил, а чё, говорит, дальше, говорит, не это что? Я говорю, вот, смотри, не растёт. Я говорю, ну, сколько? У тебя борода похоже тоже, как у меня, как у тебя. Что-то есть общие. А брат-то мой двоюродный, ты знаешь его в аэропорту. Он тебя увидел, я же ему тоже ставил. Сейчас я стараюсь с ним не разговаривать, ну, чтобы хоть как-то приехал ко мне, пытается со мной говорить, а я молчу. Ну, говорю, хоть как горохом об стенку. А он тебя видел в роликах, он здесь лежал у меня без работы у него, что-то в аэропорте там что-нибудь, он тут лежал где-то неделю, что ли, я его каждый день, тут Игнать Тиховича, ему понравился. Ну, ты, говорит, скажи мне, объясни. Ну, ему невдомёк. Вот такие слова он уже, Игнать Тихович, интересно же, и всё, и главное, задевает его проповеди. Почему, говорит, он в таких вещах ходит? Я говорю, потому что он, во-первых, пенсионер, я говорю, во-вторых, ему, ну, вот так, я говорю, а как по-другому? Ну, то, что заплат, как имеется в виду. Ну, а что такого-то? Вот именно. Деньги не тратят? Ну, мирской человек, Слава, ну, что ты. А он тебя увидел. А он меня там видел в аэропорту. Да. Он, говорит, я, говорит, когда его увижу, ты, говорит, перед глазами. Я говорю, чё, так прям похоже? Ну, издалека тем более, говорит. Я говорю, хочу подойти, как будто ты, а потом яду. Я говорю, ну да, он работает, ты туда-сюда. Ну, вот так. А его мать, она это, то ли баптистом, то ли харизмотом ходила. Ну да. Понятно. И как бы остался там. Чё ты? Ну нет, сейчас уже пойдём. Даже ничего не... Нет, мы же сразу сказали, вы не... Просто, мы же сытые пирожки изначально. Ну, ну ладно. Такие пироги. Ну, слава Богу, пока работаю. А насчёт этого, конечно, надо. У меня и мысли были. Тоже, вот, в воскресенье хотя бы проезжать к себе. Ну, надо место, где можно людей приглашать. И тоже сделать распечатки, там, раз-раз, и положить. На заключение библии всех. И протестанты, любые, пусть приходят. Да, всех. Я и вконтакте, и... Все приходят, и батюшку пригласим. Ну, непоудобно, пригласить надо, пусть. Да? Почему бы нет? Да. И вот, начать всё-таки заниматься. Я же раздаю, и вконтакте отправляю, и так раздаю. А они, всё равно до батюшки дошло. Потому что там Элина, если не ошибаюсь звать её, она, получается, отец Сергий отправляет, ну, кормят у них точки есть по городу. И они этих, то ли бомжей, то ли там кого-ли, прикормят, ну, кормят. Обеды, ужин, там, или что-ли. У меня при нём всегда своя какая-то, это, какие-то люди есть, которые приближённые, так сказать. Ну, значит, я и ей, и вконтакте отправил. Пока реакцию не вижу, но... Ну, ладно. Они видят, всё равно видят. Ну да. Ну вот, может, мы начнём ходить вместе, что-то повеселее станем. Ну да. То болото тоже надо поднимать. Да. Может, один вечерин, там, ты к нам приедешь, а мы, это они, к тебе, какой-нибудь, что-нибудь такое. Ну ладно, брат. Угу. Хоть смарт приятно, хоть с верующими пообщаться, хоть немножко. Единодушен, чтобы было. Спасибо, предстоит. Здесь вообще нету ни на работе, ничего. И там, чем выше поднимаешься, тем более безбожные. Ну да, да. И тем труднее разговаривать. Мне говорят, когда брали на работу, я конкретно, я говорю, возьмёте, не возьмёте, я говорю, в воскресенье, я говорю, работать не буду. А там по смене. А почему, говорит, ну уж, я говорю, я православный, я в воскресенье должен быть хранен. А если вот попросим, я говорю, не могу, и всё, как просим, ну, либо, говорю, не берите, если не устраивает. Конкретно там отдельно вызывает начальник, или собеседуем перед ним, то есть тем, как все документы все сдал, когда все прошел, и тут бах, если не берут, они специально растягивают на три месяца. Ну, в общем, ладно, на пяти днях меня поставили, вот на газыче. Это, слава богу, конечно, субботу, воскресенье я не работаю. Но субботу, мать знает, что я не работаю, и за это начинает это, названивать, и обязательно, ну, не обязательно, просто в деревню. А восток-то у вас девочки? Восток, где Восток? Восток? А, Восток в этой стране. Я здесь тоже, наверное, все. Поблагодари Бога. Благодарим Тебя, Христе Божий, за эту встречу, которую Ты нам устроил. Господи, милосердный, помоги нам вместе делать дела, Твои святые. Помоги, покажи, вложи мысли и решимость, мы на Тебя единого повоем. Без Тебя ничего не можем делать. Клава Тебе, Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,